Администрация Азовского района не может оперативно ликвидировать огромную свалку мусора прямо на въезде в райцентр. Всего в километре от жилых домов и полусотни метров от трассы грузовики вываливают коммунальные отходы. Автоцистерны сливают канализационные стоки, нарушая почти все мыслимые санитарные нормы. Этот полигон обнаружила наша съемочная группа. Что говорят местные чиновники и те, кто постоянно привозит горы отходов на свалку. Все подробности у Тахмены Тенесовой. Этот поворот с Азовской трассы практически никогда не пустует. Почти каждую минуту здесь появляются грузовики коммунальщиков. Везут канализационные отходы и мусор. Среди полей леса – свалка. Чем дальше от дороги, тем больше залежи отходов. Из-за того, что сюда постоянно сливают канализационные стоки, уже появилось зловонное озеро. Мама, куда сказал администрация, куда я сливаю? Не снимай меня! А, друзья, администрация Азовского района или поселения? Место под мусорный полигон действительно определила местная администрация. Но начинаться он должен как минимум в 500 метрах от трассы, а не через 40. Как рассказали местные жители, которые на свалке подрабатывают, собирают металл и сдают, свозят сюда отходы не только с района, но и из города. А так как за свалкой никто не следит, здесь постоянно вспыхивают пожары. Кроме того, никто не контролирует количество привезенного мусора. А значит, компании не платят за складирование ТКО. В городе просто свалка платная. А сюда она бесплатно не приняется. Вот, как говорится, магазин. Вот вывалит, например, вот там картон. Тут же поджигает этот картон. А это, получается, она вот начинает гореть от кучи до кучи, и все, пошло, все. Полигон не приносит прибыль в бюджет района, наносит вред окружающей среде и здоровью людей. Территория должна быть огорожена. На этой территории должен быть снят плодородный слой почвы, должен быть уложен дренажный и гидроизоляционный слои. Все, что сливается, абсолютно никак не обеззараживается, не очищается. Все эти стоки попадают в грунтовые воды, соответственно, дальше это попадает через продукты питания, растения. На наши столы, в наши организмы накапливаются вредные вещества. Получается, что существование свалки проще игнорировать, чем ликвидировать. На оборудование, территории, ограждение и охрану нужны миллионы рублей, а штрафы за незаконную мусорную площадку незначительные. Для физических лиц это 2000 рублей, должностных 5, а для юридических от 20 до 100 тысяч. По данным регионального отделения Общероссийского народного фронта, в регионе всего 144 санкционированные свалки. При этом незаконных более 900. И пока наказание для ответственных лиц не увеличится, это количество будет расти. Тахминат Инысова, Дмитрий Головко и Алексей Попов. Новости здесь, Омск. Мы связались с администрацией Азовского района. Там пояснили, что площадка для складирования твердых коммунальных отходов действительно начинается слишком близко к трассе. Но виноваты сами жители, которые скидывают мусор и не доезжают до свалки. Зловонное болото – это котлован и единственная емкость для сбора сливных отходов. Чиновники признают и то, что из-за нехватки средств нет денег даже на шлагбаум и круглосуточную охрану. Периодически приходится стоять, дежурить, но именно круглосуточно организовать, пока администрация района нет в состоянии. Организовать какую-то отдельную ставочку у нас пока нет такой возможности. Этот водоем необходимо забетонировать полностью, сделать бетонные стенки. Но, к сожалению, опять же, проблема большая в том, заключается, что на это нет средств. Продолжение следует...